Сегодня большинство находится в дестабилизирующей ситуации состояния. Тревожность мешает сконцентрироваться на важных вещах, а будущее неизвестно и пугает. Политические споры — это тема номер один во всем общении с окружающими, и на фоне этого возникает много конфликтов. Что еще хуже, так это возникающая на фоне этого токсичности и агрессии, которая способна вызвать чувство вины, стыда, гнева или страха. Все это отражается на нашем эмоциональном, физическом и экономическом состоянии, и, к сожалению, в худшую сторону. И это не просто мои догадки. Около месяца назад я провел небольшой опрос среди своей аудитории в Телеграме, где люди сами делились тем, что у них на душе и какие эмоции они испытывают. Из основных потребностей — это обрести уверенность, спокойствие, безопасность и улучшить свою продуктивность. Вспомним фильмы-катастрофы, при просмотре которых мы сразу понимаем, что происходящее ненормально. Однако, если в кино люди объединяются, чтобы противостоять стихии, инопланетянам или опасным вирусам, то в реальности все происходит не совсем так. Например, фильм «Титаник». Паника среди пассажиров началась лишь тогда, когда корабль начал тонуть. До этого они бездействовали и вели себя так, будто ничего не происходило. В психологии широко известен феномен под названием эффект смещения нормальности. Это иррациональное поведение людей и их групп перед лицом опасности, которое заключается в том, что все делают вид, что никакой опасности нет и им ничего не угрожает. Эксперты, которые изучают психологию катастроф, в частности известный Джон Лич, утверждают, что около 75% людей не способны рационально мыслить во время катастрофы, а 15% либо впадают в неконтролируемую панику, либо начинают соображать необычно ясно и четко. Он пишет, что люди, которые готовились к худшему сценарию, всегда принимают более правильные решения и быстрее действуют, ведь они не тратят времени на обдумывание и действуют по уже готовому плану. Для этого, чтобы человек начал действовать, мозг должен воспринять, понять и обработать информацию. Если самому не работать над собой и продолжать убеждать себя в том, что все нормально, то вы будете подвергаться этому искажению до тех пор, пока корабль не начнет тонуть. Если вы еще не выключили ролик до этого момента, то значит, что вы настроены серьезно и готовы к работе по улучшению своей жизни и навыков. Это похвально и заслуживает уважения. И сейчас, как никогда, нам нужен еще больше запас жизненных сил и энергии, которые будем тратить на работу, обучение и развитие. Возможно, вам нужно подготовиться к учебе или создаете проект. Принимаете важные решения, много общаетесь, готовитесь к сессии или устраивайтесь на работу. Для улучшения работоспособности, внимания, памяти и мотивации вам будет полезен ноотропный комплекс Mind Booster. Например, я использую этот комплекс во время активной работы над сценариями и контентом, когда приходится обрабатывать большое количество информации. В составе Mind Booster 10 органических ингредиентов. И используется только европейское сырье высочайшего качества. Главная особенность формулы в ее универсальности. Одна половина ингредиентов действует быстро и снимает усталость, поднимает реакцию и внимание, уравновешивает нервную систему и повышает стрессоустойчивость. А другая накопительная. Она дает топливо мозгу и нервной системе, чтобы они работали продуктивно. Улучшает память и внимание, и способность к обучению. Mind Booster прошел все необходимые испытания и официально зарегистрирован в России. Эффект чувствуется сразу, повышается работоспособность, концентрация и мотивация. Но при этом важно не просто лежать на диване, а находиться в процессе активной работы. Основной эффект раскрывается полностью в течение 3-6 недель применения. Приобрести комплекс удобнее всего прямо от производителя на сайте vivaherb.ru. А по промокоду MENTAL вы получите скидку 10%. Ссылку на этот продукт я добавлю в описание под видео первой строчкой. Существует один способ, который поможет вам бороться со страхом и волнением. И при этом не прятать голову в песок. Его часто используют во время работы с пациентами, психологи и психотерапевты. Данная техника называется моделированием. Например, если ребенок упал и ударился, ему может быть не так уж и больно и не страшно. Но если он увидит, что его родители паникуют, у них озабоченные лица, он начнет кричать и бояться. Но как же нам применять эту технику? Вы замечали, что при просмотре каких-то фильмов, сериалов или после просмотра интервью с каким-то успешным или харизматичным человеком вас заражало его поведение и бессознательно хотелось подражать? Когда мы видим, что какие-либо качества мыслей поведения человека приносят положительный результат, наш мозг считает их рабочими. И нам кажется, что используя это также, нас это приведет к такому же положительному результату и успеху. Еще один способ сконцентрироваться на поставленной задаче, это находиться в компании людей, которые также работают над достижением своих целей. Человек – существо социальное, он многое перенимает от общества. Люди более эффективно работают в той обстановке, которая их дисциплинирует. Но не стоит полностью копировать чужое поведение. Достаточно лишь перенимать, пробовать, вдохновляться и искать то, что будет работать у вас. А что же делать с негативными новостями? Неужели от них нужно полностью изолироваться? Нет, это тоже может быть полезно. И сейчас я объясню почему. В 1972 году два социальных психолога Джеймс Эверилл и Мириан Розен провели эксперимент. Участников били небольшим током и в процессе проверяли частоту дыхания, давление, сердцебиение и другие измерения, где оценивали их состояние. Дополнительно им дали наушники, при помощи которых они могли слушать один из двух каналов. Первый выспроизводил музыку из выбранной участником радиостанции, а второй был информационным. Он только предупреждал участника эксперимента об очередном ударе током за несколько секунд до него. В итоге выяснилось, что та группа, что слушала музыку, оказалась более тревожной, чем те студенты, что выбрали информационный канал. Они не могли избежать электрических ударов, но точно знали, когда их получат. И это позволяло им расслабляться в перерывах между болезненными ощущениями. Те же, кто выбрал музыкальный канал, находились в состоянии постоянной готовности. Они напряженно сидели на стуле, ожидая боли от удара током и были полностью сконцентрированы на ожидании болезненных ощущений. И это доказывает, что даже если вы думаете, что вам лучше ничего не знать и зарываете голову в песок, в конечном итоге это сделает вас более тревожным и рано или поздно приведет к состоянию выученной беспомощности. Разумеется, я не говорю, что нужно немедленно бежать на поиски плохих новостей. Нет. Но открытые глаза и способность воспринимать актуальную информацию любой модальности, как положительный, так и отрицательный, позволяет не только лучше бороться со стрессом, но и не погружаться в него полностью. Самодисциплина – излюбленная вещь бизнес-тренеров, которая, по их мнению, характеризует сильную личность. Но в действительности эта вещь сложная, неоднозначная и непредсказуемая. Она сопровождается насильными ограничениями, и если мозгу не объяснить логику своих действий, то это принесет дополнительный стресс и дискомфорт, что в итоге приводит уже к изначальной точке. Упростить этот процесс и выполнять полезные действия нам поможет ритуализация. В нашем контексте ритуал представляет собой стереотипную последовательность действия, направленные на мотивацию. У человека привычка выступает как необходимый компонент повседневного существования. Биологические и культурные ритуалы становятся автономными мотивациями поведения. Они сами превращаются в новую цель, достижение которой становится потребностью для организма. Это же можно адаптировать и к повседневному поведению. Например, когда мы систематично выполняем одно и то же действие ежедневно, либо после какого-то процесса, например, пробуждения утром, то мы верим, что это дает нам силы, энергию и непременно выльется в какой-то положительный результат. Дофамин, например, у человека вырабатывается, когда он предпринимает шаги для достижения своей какой-то цели или задачи. Это система поощрения мозга, которая помогает оставаться мотивированным. Частью ритуала может быть физическая активность. Во время занятий спортом вырабатываются гормоны счастья. Дофамин, эндорфин и кситоцин. Из-за этого люди, которые регулярно занимаются спортом, чувствуют себя более счастливыми, что подтверждается многочисленными исследованиями. Кроме того, физические упражнения помогают снизить выработку адреналина, который ответственен за реакцию «бей или беги» и вырабатывается, когда организм подвержен стрессовой ситуации. Таким образом, мы можем уменьшить уровень тревожности. Частью ритуалов также могут быть встречи с друзьями или новыми знакомыми хотя бы раз в неделю. Хобби, новое или уже имеющееся. Запустить активную работу мозга можно путем образования. Это может быть изучение новых дисциплин, которые улучшат уже имеющиеся знания в профессии, либо освоить какой-то совершенно новый для себя навык. Когда мы находимся в состоянии решения каких-то креативных задач или интенсивном обучении, то задействуется неокортекс, который не только развивает наш мозг, но и значительно снижает уровень тревоги и стресса, так как в этот момент мы перестаем концентрироваться на эмоциях. Итак, мы обсудили, как нам повысить концентрацию и мотивацию. Поговорили о способах, которые помогут нам стать умнее. Однако сейчас не менее, а может быть даже более важно научиться ладить с другими людьми. Их точка зрения может часто отличаться от вашей. И на этой почве могут возникать конфликты, особенно в нынешней ситуации. Тема развития коммуникативных навыков достаточно объемная. Самое главное правило – это развитие интуитивного профайлинга. Как он тренируется? Практикой. Чем больше общаетесь с разным кругом людей и применяете эмпатию, тем шире становятся ваши знания в области поведения человека и изучения его намерений. Чтобы общение сделать эффективным, используйте вопросы. Тему вопросов я подробно раскрывал на своем курсе «Контакт». Основная суть в том, чтобы задавать открытые вопросы в стиле «Почему?», «С какой целью?», «Что думаешь об этом?». То есть с помощью вопросов мы проявляем любопытство личностью человека. Мы как бы представляем, что нам нужно написать о нем книгу. Такие вопросы помогут контролировать разговор, снизить уровень тревожности, агрессии и снижают нагрузку с вас, когда вы находитесь в активном размышлении. Что же мне сейчас сказать, чтобы заполнить паузу? Когда нам человек неприятен, нам трудно с ним общаться, мы заранее ожидаем от общения плохого. И в результате мы концентрируемся на этом, и плохое это случается. Это происходит из-за неразвитого эмоционального интеллекта. Есть очень простой лайфхак, который точно работает, но с небольшим желанием применяется незрелыми личностями. Этот способ был подтвержден в ряде экспериментов. Когда мы начинаем ожидать от общения позитивного и удачного исхода, когда пытаемся найти в человеке приятные для себя качества, то и общение складывается эффективно и комфортно. Наши ожидания сильно влияют на наше вербальное и невербальное поведение. Поэтому собеседник это считывает бессознательно и выдает соответствующую реакцию. Есть еще одна теория про одзеркаливание поведения через подражание мимики, позе, языку тела. Однако исследование этого вопроса неоднозначно. Особенно то, что используется в процессе распознания лжи и анализа. В повседневном общении или при переговорах аккуратная и осторожная, еле заметная мимикрия действительно может вызвать симпатию у собеседника. То есть это может быть не полное копирование поведения языка тела собеседника, а использование его популярных фраз, когда мы цитируем его, то есть говорим на его языке и как бы перенимаем его картину мира или какие-то повадки. Полное копирование ведет к противоположному результату. Человек в таком случае чувствует неискренность и отдаляется. Подобный способ осторожного одзеркаливания не только делает общение эффективным, но и развивает эмпатию. Есть куча сервисов и тренажеров, которые обещают стать умнее, выполняя определенные упражнения или задачки на интеллект. Но, к сожалению, это не работает. Продуктивным и эффективным человека делает развитие прикладных навыков, которые нам кажутся нужными и важными. При этом практика не должна быть простой и легкой. Эффективным обучение считается, когда оно адаптивное. Не стоит сразу сваливать на себя сложные, нерешаемые задачи. Все должно происходить постепенно, от простого к сложному. И самое главное, хорошая практика – это возможность получать обратную связь. Поэтому все мои рекомендации были направлены на то, чтобы вы получили действительно рабочую модель, которая даст хороший толчок и потом вами будет улучшаться. Для совместного обучения и обратной связи я решил сделать отдельный телеграм-канал, где буду давать различные упражнения на развитие коммуникативных навыков, эмоционального интеллекта и помогать отслеживать ваш процесс обучения. Ссылку найдете, конечно же, в описании. Вместе двигаться лучше, чем одним. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся. Продолжение следует...